К большому миру юридических знаний школьников приобщали в форуме интерактивной игры. Девять команд старшеклассников гимназии номер один сегодня стали первыми участниками первой олимпиады школа правовых знаний. Особенность интеллектуального состязания в том, что тестируют ребят настоящие практики, представители правоохранительных органов города. Для выпускников, уверены педагоги, это бесценный опыт. Люди взрослые, люди, получившие паспорта, люди, которые должны знать и владеть правовыми знаниями. И сегодня, я надеюсь, что они выступят очень достойно и покажут те знания, которые приобретают на таких предметах, как общество знания, история. И это им понадобится в жизни всегда. Оказались среди участников школы правовых знаний и те выпускники, которые решили связать свое будущее с юриспруденцией. Для них данное мероприятие – репетиция перед ЕГЭ. Само по себе право большое по масштабу, обладает огромным количеством информации. И однозначно все знать невозможно. И что-то новое для себя я, конечно же, узнаю сегодня. У нас представители Следственного комитета и прокуратуры. И я непременно думаю задать им какие-то вопросы, потому что это удивительная возможность, которой можно воспользоваться, не выходя из школы. Начали испытания с проверки знаний Уголовного кодекса Российской Федерации. Использовать гаджеты ребятам запретили. За подсказки – дисквалификация. В помощь лишь сами статьи Уголовного кодекса в печатном виде. А еще представители Сочинского университета юстиции напомнили несовершеннолетним, какие конституционные права им предоставлены, что такое закон и что им может грозить за его нарушение. Именно здесь те, кто так называемые субъекты. Мы немножко поможем им приоткрыть эту большую книгу законов, помочь им стать более воспитанными в области права, поднять уровень их правосознания. То есть цели у нас глобальные. Это сегодня первое мероприятие такого масштаба. У нас 9 команд 9, 10 и 11 классов. И я надеюсь, что в городе Сочи мы проведем еще много мероприятий в разных школах. И по итогам будет городское мероприятие. Проверка эрудиции прошла на отлично. Задания вызвали оживленные дискуссии и даже эмоциональные споры. Команда-победитель будет представлять гимназию на районном этапе Олимпиады школы правовых знаний.